Итак, наконец-то, наконец-то, говори, говори. В нашем эфире появился новый проект, я думаю, постоянные зрители уже его заметили, называется он «Галерея ремонта». Да, в нем ремонтировать однушку в обычной семье помогает дизайнер, и дизайн-проект, кстати говоря, уже готов, а значит, пора приступать к следующему этапу. Это выбор освещения. Какие же светильники лучше подойдут для гардеробной наших героев? Как правильно расставить световые акценты и придется ли этой семье экономить на освещении, в четвертой серии узнаем прямо сейчас. Пыль с толпом, штукатурка льется рекой, ремонт в квартире Миловановых набирает обороты. Пока дочери в отъезде, одна на сборах, вторая трудится на курилах, родители тоже в трудах, днюют и ночуют здесь же. Не ремонт, а спарта какая-то. Ну, я скажу так, после 25 лет работы под землей, это довольно приемлемо. Есть где лечь, где покушать, в принципе, что... Ну, это не стресс, то есть неудобство, там, что сказать, кровать или там что-то вот с недоусловий таких комфортных. Настоящего шахтера таким точно не напугаешь. Да и как тут не вдохновиться, когда в квартире уже появляются знакомые очертания. Вот место под розетки, вот здесь люстра. Самое время узнать, какими будут светильники. Отправляемся в салон света. Светлоту пространства в квартире Миловановых будут формировать три основных типа светильников. Первый для основного освещения с углом в 90 градусов. Глубоко посаженный диод даст рассеянный свет. Второй тип светильники направленного типа. С их помощью будем расставлять световые акценты. Здесь угол освещения регулируется, и в данном случае это нам поможет именно не получить световых пятен на самой стене. То есть, к примеру, вот это вот световое пятно. То есть, если мы его отводим, либо меняем угол, мы получаем более рассеянный свет на самой стене. Это даст нам заливающее освещение. Тем самым мы получим отражение от стены и сделаем наше пространство больше и светлее наполненным светом. Третий тип светильники – карданного типа с поворотным механизмом. Такие используем в гардеробной, освещая не только проход, но и полки. Особый акцент на кухне – люстра шарообразной формы с лепестками из марокканского стекла. Это копия светильника итальянского производства. По красоте не уступает оригиналу, а по цене в разы доступнее. Задачу выбирать красоту сестры Миловановы вверили маме. А папа? Ну что, папа, ему снова подавай всякие технологичные штуки. Эти новые розетки, мне вообще нравятся новые розетки, что там сразу включил. Либо на зарядку не нужно эти постоянно бегать, шнуры искать, зарядки вечером теряются, которые в любом месте он включил. Это мне нравится больше всего. Так звучит, конечно, интересно, но там розетка, здесь розетка, а потом раз и вырисовывается кругленькая сумма. Мы как родители, конечно, переживаем, потому что в этот ремонт вкладываются дети сами. Как нам дочь говорит, это наши проблемы, вы об этом не думайте. Это их первая квартира, где они хотят сделать какое-то определенное хорошее свое гнездо, чтобы было там уютно. Потому что мы этот процент тоже проходили, первый дом очень важен. Там надо все идеально, чтобы это вообще было, я не знаю, лучше всех. В следующей серии ненадолго перенесемся на Курильские острова, откуда за преображением квартиры на взлетке следит старшая дочь Миловановых. И узнаем, на какие ухищрения пойдут родители, чтобы выбрать идеальный цвет стен, зачем в проекте стеновые панели и как в выборе потолка помогает технология виртуальной реальности. А пока Миловановы приступают к монтажу новых светильников. В бюро светодизайна «Светлый» представлены все возможные виды освещения от декоративного до профессионального оборудования. Специалисты спроектируют индивидуальную схему, поставят и смонтируют световые приборы. Свет там, где он должен быть? Генеральный спонсор проекта – галерея «Штортач». Здесь не только подберут текстильное оформление под ваш запрос и бюджет, но и организуют встречу с дизайнером интерьера, если ремонт вы начинаете с нуля. Получить консультацию можно по телефону 296-4343. Если вы тоже хотите получить помощь специалистов в бесплатной текстиль и декор от галереи «Штортач» и партнеров, то запоминайте, ТВК будет снимать второй сезон проекта, а героями мы предлагаем стать именно вам. Для того, чтобы стать этим самым героем, нужно прислать минутную видеозаявку в любые социальные сети «Нового утра» и рассказать, показать, что вы хотите задизайнить и почему. Кто станет героем второго сезона проекта «Галерея ремонта» мы определим в эфире уже 2 октября. Все подробности об участии смотрите на сайте tvknews.ru. Субтитры создавал DimaTorzok